Это бедствие началось еще тогда, в эпоху восьмибитного счастья. Никто в те времена даже не смел думать о том, что его обманывают. Но зачастую многие из-за этого попадали в просак. Но надо отдать этому должное. Без него мы бы не смогли пройти некоторые проекты, или же насладиться продолжениями любимых игр, которые зачастую никак не были связаны с оригиналом, но все же доставляли кучу радости. Я говорю о пиратстве. Кто как не мы могли испытать всю эту горечь и радость одновременно? Ведь во всех других странах с этим было все более-менее нормально. Но у нас была та же своя собственная консоль под названием Dendy. Ни NES, ни Famicom, а Dendy. И сколько радости мы получили, играя в нелицензионные пиратские игры. Да... Знаете что? Ни черта мы в общем-то и не получили. Это была гребанная лапша, повешенная нам на уши, которая постепенно все заливалась маслом. Но на самом деле, при тщательном рассмотрении, это все выглядит вот так. Пиратские картриджи с выдуманными играми поставлялись к нам в огромном количестве, и теперь мы можем лицезреть такие игры, как Darkwing Duck 2, Chippet L3, Super Contra 6 или Mario 16. Но все это обычные хаки других, оригинальных игр для платформы Nintendo. Сейчас этих хаков невообразимое количество. Какие-то меняют игру полностью, какие-то делают ее лучше, а некоторые так вообще срут на оригинал с большущей высоты. Так почему бы нам не посмотреть на все это веселье своими глазами? Что ж, меня зовут Никель Крюкат, и я представляю вам новый цикл передач под названием Хаки. Понеслась! Черепашки-ниндзя Невероятно популярные герои комиксов, мультсериалов, игр и фильмов. После ошеломительного успеха мультсериала 90-х на свет стало выходить огромное количество мерчендайза по черепахам. И игровую индустрию это также затронуло. Собственно, самая первая игра и была выпущена в один год вместе с первым сезоном на огромном количестве платформ. Подробности всей серии я затрагивать не буду, ибо это может затянуться выпусков на 40, не меньше. И рассмотрю лишь те игры, которые удостоились своего внимания на платформе Nintendo Entertainment System, или той же Dendy. Для восьмибитной консоли вышло целых четыре игры про присмыкающихся, которые были тепло приняты игроками и которые считаются одними из лучших проектов библиотеки NES. Первая часть вышла в 1989 году и показала черепах во всей красе. Несмотря на свою сложность, игра очень полюбилась игрокам за яркие цвета, затягивающий геймплей и, конечно же, самих черепашек. Шесть великолепных уровней с отличной музыкой и шреддером в конце. Да, навалять ему по заднице собственноручно дорогого стоит. В общем, игра была хороша, и таковой остаётся даже сейчас. Особенно для самой первой по черепахам. Но ведь в этих роликах мы будем смотреть на хаки, переделки оригинальных игр. Что ж, вот первый из них. В общем-то, к этой игре хак всего один, и называется он S-Tartarugas Ninja. По сути, это переводится так же, как и всем известные Teenage Mutant Ninja Turtles. Но давайте лучше взглянем на сам хак. Встречает он нас изменённым титульным экраном. Всё зелёное под цвет черепах, а логотип со стандартного сменился вот на такой. Ну а самое главное изменение в хаке содержится уже в игре. Собственно, на самом первом уровне, и похоже только на нём, мы можем наблюдать смену цветов. С весёлых и жизнерадостных на более тусклые и мрачные. А также можно заметить перерисованные лица самих черепашек, которые выглядят более мрачнее и выразительнее, чем в нормальной версии. Под стать оригинальному комиксу. В общем-то, это все изменения данного хака. Мы также можем пройти шесть сложных уровней, устраняя по пути различных врагов, как маленьких, так и больших. И, конечно же, навалять Шреддеру в конце игры за все его гнусные деяния. А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет? В общем, если вы испанец или же просто хотите видеть более выразительные морды рептилий, то этот хак для вас. Он придаёт немного шарма черепахам, но порой может выдать глюки. Итак, этот хак для первой игры делал картинку более привлекательной. Ну а теперь давайте взглянем на переделки второй части серии, под названием Teenage Mutant Ninja Turtles 2 WereCut Game. Хотя не везде её знали под таким именем. В оригинале она просто называлась Teenage Mutant Ninja Turtles. И считалась первой частью черепах. А вот это чудо называлось вот так. Но так как американцы провозгласили первую игру серии Teenage Mutant Ninja Turtles, то и это стало называться Teenage Mutant Ninja Turtles 2, а не один. Да уж, с названиями тогда была огромная путаница. По геймплею это совсем иная игра. Более драйвовая, более красочная, но всё такая же сложная. Помимо Бибопа, Рокстадии и Шреддера, здесь теперь можно встретить Крэнга и его солдат из измерения Х, а также Бакстера Стокмана в двух ипостасиях. Очень здоровская битэмап игра. Советую тем, кто не застал. И для неё тоже есть парочка хаков. Первый из них называется Teenage Mammal Ninja Chipmunks 2. Да, это хак, в котором участвуют вот эти вот ребята. Только уже повзрослевшие и выучившие нинджитсу. Итак, для игры мы можем выбрать одного из четырёх бурундуков. Саймона, Элвина, Донателла или Теодора. Эээ, постойте-ка. Донателл... Что он тут делает? Это ведь тусовка бурундуков. Но, похоже, разработчикам было просто лень придумывать четвёртого героя, и они оставили одну из черепах. Ну что ж, выберем одного бурундука и пойдём играть. По сюжету мы должны спасти Дэйва из горящего дома. Хотя Дэйв как-то не похож на себя. Он отрастил волосы, грудь и... Ну, вы сами понимаете. В общем, не будем вдаваться в подробности. Боже, как же нелепо это выглядит. Донни, всё же ты тут лишний. Ещё можно заметить, что солдаты из клана Фуд теперь носят чёрные очки, наверняка выставляя себя продюсерами, которые хотят заполучить этих мега-рокеров под своё крыло. Но эти бравые подросшие вояки храбро отнекиваются от их предложений. В общем-то, Хак ничем больше не отличается от оригинала, кроме последнего босса. Кто же он такой? Да, это он самый Николас Кейдж! Да нет, шучу. На самом деле, последний босс вот этот вот мужичина. Наверняка представитель всех продюсеров, которых мы встречаем в игре. Знаете, вполне себе весёлый хак, но порой очень противный. Ааа, Эприл, как ты можешь целовать это? А вот из-за следующей переделки мне могут влепить предупреждение на видео. Поэтому, я думаю, стоит зацензурить это. Хотя, по-моему, это доступно на Ютьюбе. Ай, ладно, смотрите. Teenage Mutant Smoker Tootles. Курящие брутальные черепахи. Встречайте! Боже, как же это нелепо! Хотя, в 90-е наверняка это смотрелось очень круто. Что ж, к сожалению, а может быть и к счастью, это всё. Отличнейшие продолжения Manhattan Project, а также Fighting Tournament Fighters, испоганить или исправить никто не позарился, и поэтому с хаками для черепашек на консоли NES покончено. Но это всего лишь начало моего пути, ибо хаков для этой приставки уйма. И я вас уверяю, они ещё более нелепые, наркоманские или просто дебильные. Поэтому увидимся в следующих выпусках. Это были Хаки, меня по-прежнему зовут Никель Крюкат. До свидания! Предлагаю оценить канал Игровой, где вы сможете найти смешные обзоры, новости игровой индустрии, стримы на всё что угодно и многое другое. Заходите и смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok